В эфире особое микрофон, Владимир Сметанин. Добрый день еще раз. Гость нашей студии, особое мнение, чье особое мнение мы сегодня услышим, Николай Барсуков, депутат Кировской городской думы шестого созыва. Я напоминаю, что у нас сегодня депутатский день продолжается. Николай будет в городском парламенте в единственном числе представлять партию коммунисты России. Ну и к тому же Николай является, коротко говоря, руководителем регионального отделения политической партии коммунистов России, хотя у вас это называется первый секретарь. Николай, добрый день. Добрый день. Да, добрый день. Так, ну я уже поинтересовался у вас накануне нашей беседы, как впечатление, эмоции от первого дня, проведенного в городской думе, вы новичок, напоминаю. Да, ну эмоции есть, конечно, хоть я год был депутатом Юрианской районной думы, но все-таки Кировская городская дума это уровень больше, это больше ответственности, ну и бюджет города Кирова не сравнить с бюджетом района, поэтому, ну и ответственность, конечно, гораздо выше. Я напомню вам, воспользовавшись случаем, что вы еще и баллотировали за губернаторы Кировской области на недавних выборах, и вот прошли теперь в городскую думу, не слишком серьезное различие претензий на губернаторское кресло, и тут городская дума всего лишь. Я думаю, что если в прошлом году мы не смогли набрать 5% ОЗС, даже по городу Кирова, когда мы смотрели, у нас были наблюдатели по городу Кирова, закрыли все участки, в прошлом году и в этом году, когда мы отслеживали, начали отслеживать, то в прошлом году мы в среднем по городу Кирову набрали 2,8%, точнее, у нас меньше 2,5% по городу вышло, практически голосовали больше в районах области за нашу партию, то есть вот 3,4% мы набрали только благодаря людям, голосовавших в области, потому что у нас область более оппозиционная, более красная, нежели город Киров. В этом году мы уже, когда тоже отслеживали, ночью смотрели, что практически за 5,8-5,9% на начальном этапе было, и вот на 5,4% остановилось процентов, то есть уже город Киров уже более узнал нашу партию, люди стали голосовать за нас, поэтому вот такая площадка, как губернаторские выборы, я думаю, что хорошо, что мы ее использовали, хорошо, что смогли ее использовать, поэтому я считаю, что это, наоборот, плюс. Конечно, всем понятно было, что сложно было тягаться с такими кандидатами, как и действующие в Риву губернатора. Уже вступившие в должность. Да, я имею в виду на тот момент действие, ну, то есть сейчас вступившие, да, кандидат. Кандидат от КПРФ, много раз уже баллотировавший на должность губернатора, кандидат от ЛДПР, Черкасов Кирилл Игоревич, тоже уже неоднократный депутат Госдумы, то есть понятно, что это люди, которых пока еще мне надо учиться. Ну, чуть позже мы поговорим поподробнее еще о составшихся губернаторских выборах и о том результате, который вы показали, ну, а сейчас в Городому. С какими настроениями, с какими идеями пришли в Городому? Или пока не сформировалось что-то такое? Нет, ну, у нас была программа, достаточно неплохая, я считаю, на первый взгляд, это и по городу, достаточно интересно. Давайте озвучим какие-то основные моменты. Ну, основные, все-таки мы выдвигаем тезис, что глава администрации города Кирова должен избираться общим голосованием. Так, глава администрации или все-таки глава... Мэр, то есть он должен быть в этом лице, и мэр должен избираться не депутатами, а должен избираться всенародно. То есть это не одна из партий, это не озвучило, то есть это был один из первых пунктов нашей программы. И каким образом вы хотели бы этого добиваться? Ну, а как один депутат я этого не добьюсь. Или вы будете вносить на обсуждение? Я вносить буду на обсуждение, и будем этот вопрос вносить. Конечно же... Это же изменение устава города. Ну, изменение, но я и говорю, что... Ну, я просто констатирую, что нужно менять тогда. Это как один из пунктов нашей программы, о чем вы спросили. Программа была достаточно развернута, социальная программа. Мы ее опубликовали и в газетах. Поэтому я думаю, что, конечно, в одиночку эту программу не решить. По крайней мере, многие тезисы из этой программы мы будем выполнять. Это и по тому, чтобы у нас все-таки ввести работу по дорогам. Не только ремонты, но и наше предложение было. Запрет транспорта, который более 12 лет проработал, то есть автобусов, увеличение количества автобусов. Подождите, 12 лет, то есть если автобус, например, троллейбус больше, чем 12 лет служит, то вы предлагаете его списывать? Да, да, списывать, потому что троллейбус не так действует на нашу природу, а про экологию, а автобус это уже достаточно утратившее экологичность транспортное средство. Так что тут надо смотреть. И это и гораздо дороже получается, обходится эксплуатация данного транспортного средства. Что еще? Так. Основные такие общественно значимые задачи и цели. Но уже неплохо, уже немало, так скажем. Требования прямых выборов главы города и предложения по транспорту. Ну вы же, кстати, прекрасно понимаете, что тут нужно будет сотрудничать и беседовать с депутатами других фракций, в первую очередь оппозиционных, так называемых, чтобы они тоже были на вашей стороне. Да, конечно. Тут я считаю, что надо будет работать со всеми, не только с оппозиционными, но и с партией власти. И я думаю, что при всех вариантах готов работать со всеми. Подождите, вы накануне сказали, что нашим коллегам новостной службы нашей радиостанции, вы сказали, что к партии власти не примкнете. Не примкну. Я цитирую вас. Конечно, будет оппозиция. Примкнуть это одно, а конструктивная работа со всеми это совсем другое. То есть, если буду вносить какие-то предложения, не если буду, а когда буду вносить предложения, я буду пытаться договориться со всеми партиями. То есть, независимо от того, оппозиционная. Конечно, оппозиционная единственная партия, которая представляет не системную оппозицию, так называемую, не парламентской партией. Потому что, в принципе, я считаю, что парламентская партия это оппозиция в кавычках, так сказать. А вот реальную оппозицию представляю. Поэтому, конечно, буду в первую очередь смотреть и предлагать те законы, которые и предложения вносить. Те, которые необходимы для людей. И поддерживать точно так же, конечно, только социально значимое и то, что принесет плюс. А в каком формате вы собираетесь разговаривать, сотрудничать с другими фракциями? Ну, во-первых, как, собственно, заявлять о себе? Друзья, давайте рассмотрим. Вы же один человек партии. Человек партии. Человек партии. Человек фракция. Человек фракция в Бурдоне на ближайшие пять лет. Ну, да. Ну, я думаю, что... Как вы к себе собираетесь привлекать внимание и доказывать, что вы здесь довольно нелишний человек? Приходить на заседание фракции, общаться с депутатами, общаться с руководителями фракции. В принципе, сейчас вот они передо мной все были. Да, у нас все знакомые. Пять депутатов уже побывали в длинном развороте у нас. Так что я думаю, что, имея опыт работы, по крайней мере, с властными структурами и с известными людьми, то есть я работал в студенческих отрядах, общался со всеми, я думаю, что мы будем находить общие точки соприкосновения и будем предъявлять именно те, так сказать, инициативы, которые нужны. Погостя и мы придерживать буду, в первую очередь, конечно, то, что нужно людям. Так, давайте, я не могу просто сейчас не процитировать представителей других политических партий. Мы кануне, да, еще раз повторюсь, мои коллеги поинтересовались, что они думают о вас, да, и как оценивают вас, как личность, как представителя коммунистов России. Вот, например, Марина Сазонтова. Там, на мой взгляд, достаточно жестко высказалась. Это руководитель, как известно, Кировского гуркома КПРФ. Марина Сергеевна сказала, что КПРФ не намерена сотрудничать с представителем коммунистов России и далее цитирует. По той грязной деятельности в период предвыборной кампании человек уже себя показал, что он из себя представляет. Может быть, это жестко прозвучит, но, мое мнение, с предателями мы не общаемся. Ну, я читал, так сказать, ну, скажу... Не обидно? Ну, не знаю. Я вот, честно скажу, что в перспективе мы с Мариной Сергеевной, я, по крайней мере, с Мариной Сергеевной готов работать, если она, конечно, этого... Но она не в городу имеет. Но она не... Нет, я имею в виду, ну, как с человеком, общаться и так далее. В перспективе, ну, что будет там дальше с КПРФ, я не знаю. Мы будем активно развиваться, поэтому, если у нее потом возникнет желание вступить в нашу партию, то я готов ее буду принять. Потому что партия, ну, вот, как вы говорили, вопрос там, 10 отличий. У нас на сайте это очень хорошо вывешено, можно посмотреть, прочитать. Ну, один из пунктов это КПРФ, это Зюгановская партия, то есть, ну, что будет после... Это вы имеете в виду вопрос, который поступил на нашем сайте, да, я хотел очень позже озвучить. Да, кстати, хочу напомнить, на сайте kirovo.ru есть форма для того, чтобы вы задали вопрос, гость особого мнения, ну, и к тому же, видеотрансляция к вашим услугам. Простите, прервал. Поэтому, как я уже сказал, мы готовы сотрудничать со всеми, мы готовы тех, кто не согласен именно с действием, кто состоит в КПРФ, не согласен с тем, что происходит в партии, потому что, в основном, 90% нашей партии – это выходцы из КПРФ. Как мы уже, как вот на прошлой встрече, я, наверное, рассказывал, могу немножко, так сказать, расширить. В конце мая мы. Да, да, да. Немножко расширить этот вопрос. Почему вопрос же стал по грязным технологиям, то как раз отвечу Марине Сергеевне на это, ее, так сказать, заявление тем, что грязные технологии начали не мы против КПРФ, а КПРФ против нас, буквально с 2012 года, как мы только зарегистрировались. Были суды, мы тоже об этом неоднократно говорили, что они пытались запретить название коммунисты России, сказать, что коммунистическая партия – это только их бренд, который только могут они использовать. То есть это все было, это есть в сети, это можно просто элементарно прочитать. Но даже то, что продажа мандатов, продажа мандатов ЮКОСу в 2004 году – это ведь тоже факт, состоявшийся факт, который, по крайней мере, я знаю, что был. И поэтому говорить о том, что мы какие-то там предатели, мы те люди, которые это не приемлют, и которые вышли из партии именно потому, что мы не приемлем той ситуации, которая сейчас происходит в КПРФ. И я считаю, что именно молодая новая партия, такая как наша, отстаивая именно интересы населения, народа, населения, мы, я думаю, что будем активно развиваться, о чем мы уже показали. И вот те судебные процессы, которые мы в этом году выиграли именно по городской думе у КПРФ, там не надо рассказывать басни о том, что… Вот я сейчас хотел, да, как раз-таки, простите, упомянуть, то есть коммунисты, я так понимаю, заранили обиду вот за ту ситуацию в августе, да, этого года, когда по требованию коммунистов России список КПРФ был снят с выборов, но потом областной суд… А тогда, обращаясь к Марине Сергеевне, вспомните прошлый год, когда перед днем голосования вы дошли до Верховного суда, пытались нас снять, мы даже не пытались с вами судиться. Выборы в ОЗС. Выборы в ОЗС в прошлом году дошли до Верховного суда, и даже в последний день еще не было понятно, снимут нас, не снимут, то есть даже в областной избирательной комиссии не было понимания, придется, может быть, вычеркивать нас из списков. То есть это было в прошлом году, этот факт, это разве не грязные технологии? А если по стране посмотреть, то в этом году более шести списков наших сняли КПРФ, причем мы вот только единственное в Кировской области и еще, по-моему, в Северной Осетии мы сняли списки КПРФ, но там и там были они восстановлены, то же самое произошло и у нас, грязные технологии, если так сказать. Опять же, Марине Сергеевне, то как так, три дня судья думала, а потом за один день восстановили, быстренько за пять минут, десять часов КПРФ подали апелляцию, а в двенадцать часов их уже восстановили список. Ну вот это вот для меня как-то остается таким удивительным фактом, как так смогли восстановить, хотя по всем документам и в сети было написано неоднократно, и Антон Долгих писал, и смотрели документы, что там у них было столько ошибок, причем это мы сделали самостоятельно, то есть у нас представитель был Садовников Сергей Викторович от нашей партии юристов, то есть мы смогли, мы сделали, и говорить о том, что это вот какой-то заказ и так далее, но в следующий раз давайте соблюдать какую-то этику, я вот сейчас предлагаю, давайте не будем друг друга снимать. Во, 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 я об этом хотел сказать, Николай, а вот все, остановиться, простить друг другу, хотя бы на местном уровне, простить друг другу все обиды, не кидать камни в чужие огороды, вот все, мы вам не мешаем, вы нам не мешаете, по-христиански дали по одной щеке, подставь другую. Я согласен с этим, давайте так же, то есть вот мы вам показали, что мы можем, если в следующем году начнете, не будете продолжать данную ситуацию, то мы точно так же остановимся и не будем продолжать. Небольшая пауза у нас сейчас будет, не можем без нее никак обойтись. Николай Бурсуков, напомню, гость особого мнения, депутат Кировской городома 6-го созыва, руководитель рекотделения политической партии Коммунисты России, мы продолжим очень скоро. Продолжаем нашу беседу, на позицию руководителя горкома КПРФ я озвучил, Марина Сергеевна Сазонтова, на вас счет Николай Нот, Владимир Костин, руководитель ЛДПР, координатор, вернее, ЛДПР в Кировской области, Владимир Журавлев, уже ваш коллега по гордуме, они, ну, в общем-то, лояльно высказались на вас счет, они готовы сотрудничать, присматриваются, видимо, пока, ждут, как себя проявите. Вы-то готовы тоже с ним? Да, конечно, готовы. И с ними на контакт? Конечно, мы уже идем на контакт, уже общаемся и сотрудничаем с ними, так что я думаю, что в дальнейшем будем координировать свою деятельность совместно. Конечно, в первую очередь, как я уже сказал, что мы будем работать с оппозиционными партиями, ну, мы, извините, как бы я. Договорите я, ничего. Я буду, хотя, в принципе, я представляю не одного себя, да, то есть 5% это на нашу партию, поэтому я, наверное, все-таки буду говорить мы, потому что я представляю не одного себя, и у нас достаточно хорошее молодое количество. Еще раз, вот, точнее, 5% это... 5,4% в Городскую думу, то, что мы говорили, я имею в виду, что это не лично за Николая Барсакова голосовали, а голосовали именно... Я просто помню цифру, сколько проголосовало за вас на губернаторских выборах, 4,27% в среднем, да. То есть это, получается, где-то 14 тысяч человек из числа проголосовавших. Чуть поменьше. Ну, так или иначе, то есть... Ну, хорошо, мы, ладно, вернемся к этому чуть позже. Хочу спросить вас про выборы главы города Елены Ковалевой. Вы за нее голосовали вчера? Да. Мотивация? Почему? Хотя я и склонялся поддержать и... Журавлева. Журавлева. Да, кандидаты были. Да, то есть, ну, единственное, что вот меня все-таки в предыдущий день мы общались, и с Владимиром Венимовичем, так сказать, я думал, за кого отдать свой голос, но все-таки именно вот в момент принятия... Ну, с утра мы еще и со своим отком обсудили этот вопрос, за кого проголосовать и каким образом дальше двигаться. В принципе, ну, и Владимира Венимовича, и Елену Васильевну я знаю, ну, не настолько близко, чтобы сказать, что мы там друзья или с тем, или с тем человеком, но, по крайней мере, по своим действиям, и я знаком был по студенческим отрядам с Еленой Васильевной, как бы, как она относилась к нам с Владимиром Венимовичем. Когда она возглавляла еще ведомство финансовое. Да, да, да. И поэтому я считаю, что, как бы, она, ну, достаточно и принимала решение, когда она свою речь озвучила, я считаю, что я поддержал ее с точки зрения поддержки именно человека, который будет руководить городом достаточно хорошо. Если я увижу в ее действиях какие-то неправильные, то я буду ее первым критиковать. Угу. Проголосуйте, пожалуйста, поучаствуйте в нашем опросе. Женщина во главе города Кирова. Я сейчас смотрю результаты на странице нашей ВКонтакте, 600 человек проголосовали. Итак, женщина во главе нашего города. Это превосходно? Хорошо. Ничего особенного? Это плохо? Ой, не знаю, не знаю. Надо еще подождать. Я уже поучаствовал. Поучаствовали. Хорошо. 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 Превосходно тут нет никакого, но то, что изменение женщины, все-таки она достаточно... Неплохой человек, я считаю, что... Ну, как она себя проявит, конечно, тут посмотрим. А с точки зрения того, что нужны какие-то изменения, да, мужского коллектива, да, ну, может быть, она более так это заставит мужчин, как сказать, более собраться, более интересные... Ну, вам лично, как мужчине, приятно будет работать под началом? Женщины. Симпатичные, кстати, женщины. Ну, я думаю, поработаем и увидим. Угу. Ясно. Давайте еще поговорим. Вы, кстати, вошли в две комиссии, да? Это комиссия по регламенту и комиссия по бюджету. Ну, да. По бюджету и финансам. Комиссия городской думы, да. Да, комиссия городской думы по бюджету и финансам и комиссия городской думы по местному самоуправлению, регламенту, депутатской этике. Вот две комиссии, в которые я вошел. Причем, наверное, меня так это и избрали благодаря тому, что я выдвигался на заместителя главы города. Меня в обеих комиссиях. Напомните, кто вас выдвигал? На пост главы. Нет, я выдвигался на замглавы. Сам, сами лично. Ну, от своей фракции, так сказать. То меня дружно избрали в обеих комиссиях секретарем. То есть, наверное, раз хочешь работать, тогда начни с минимального. А как вы думаете, больше могло бы быть кандидатов на пост главы, больше, чем двое, чем Ковалев и Журавлев? Почему-то коммунисты не выдвинули, КПРФ имею в виду, и почему-то ЛДПР тоже не выдвинули своего кандидата. Это упущение? Наверное, не видели. Да, ведь по регламенту-то любой, ведь может, депутат предложить любую кандидатуру и числа избранных. Мог и я, но я считаю, что на главу города пока нет, наверное, и ни в КПРФ, ни в нашей стране. Вы лично себя еще не считаете, что вы дотягиваете до главы города? Нет, пока еще, потому что я еще практически первый раз активно буду заниматься депутатской деятельностью. И, ну, по крайней мере, надо поработать хотя бы один-два срока. Ну, по крайней мере, один срок, и тогда уже можно посмотреть, справлюсь или не справлюсь. Хотя, конечно, ничего нерешаемого нет, но, по крайней мере. В чем заключается Ваша будет работа с непосредственно с избирателями? Так вот, наказы избирателей, у нас такое существует понятие, правда, еще пока не ясно, будут ли выделяться деньги каждому депутату на исполнение этих наказов. Но все-таки, вот Ваши сейчас первоочередные задачи на ближайшее время? Ну, первое... Какие проблемы конкретные будут помогать решать? Конкретные проблемы, как вот меня уже и спрашивали, когда я выдвигался в Занисителе, я все-таки считаю, что нужно развивать общественные организации в городе и в области. Молодежные. Молодежные. Ну, общественные и молодежные, и остальные организации. Почему? Потому что, вот даже сравнивая по молодежным успехам организации, я возглавлял российские студенческие отряды, это практически, наверное, самая крупная молодежная организация в области. Известная достаточно. Почему я опять к ней возвращаюсь? Потому что, в принципе, такими же должны быть и военно-патриотические организации такого же уровня, как российские студенческие отряды. Главное, потому что, как бы, я не бахвалюсь, да, потому что 700 студентов у нас сейчас в российских студенческих отрядах в городе Кирове ездит, и каждый год увеличивается численность. Это, я считаю, что не малое количество, и ребята идут и занимаются, и уже практически без необходимости того, чтобы я там этим вопросом занимался, то есть самостоятельно действует, развивается. И поэтому я считаю, что вот все молодежные организации должны быть, ну, хотя бы не такого, но близкого уровня. То есть молодежные, политические организации. Делается ставка, на ваш взгляд, должна быть, на активную какую-то позицию, да, на продуктивную деятельность, на патриотическое воспитание, да, в том числе. На политическое воспитание. На политическое. Ну, патриотическое, я имею в виду патриотическое и политическое. То есть у нас тоже, как у нашей партии... Политическое, имеем в виду, с каким-то подходом таким плюреистическим, что ли? Или под одну партию каким-то заточенным? Не обязательно. У каждой партии, по идее, должна быть своя мощная молодежная организация. Вот мы сейчас тоже свои партии развиваем Комсомол. У коммунистов России есть молодежное крыло. У молодежное крыло есть организация, причем с очень интересным названием ВЛКСМ. Только она расцифровывается, как иначе по-моему. Всероссийский, только Всероссийский, а не Всероссийский, как раньше было. А Всероссийский, Ленинский и Коммунистический союз молодежи. Мы так зарегистрировали, вовремя успели перерегистрировать документы из Союза коммунистической молодежи, где мы раньше были, она у нас так и осталась, у нас не у КПРФ. То есть они переименовали ВЛКСМ, свою организацию вновь зарегистрированы. А мы ее перерегистрировали в ВЛКСМ. Сейчас у нас в Кирове есть уже рекотделение, будем его развивать именно со стороны партии. Но я считаю, что со стороны и города, и со стороны области все организации должны... Я не отрицаю, что там и наши, кстати, друзья КПРФ тоже свою ЛКСМ, молодежную организацию тоже должны развивать. И тоже должно быть и общение, и остальные партии, то есть свои молодежные организации. Потому что подготовка кадров, с чего мы в том числе и расходимся с КПРФ, то, что необходима молодежная подпитка, нужна хорошая подготовка кадров. Как я уже говорил, одна из частей нашей партии, это именно Комсомол, который был в КПРФ, и который точно так же это все не устраивало, что там происходит. Нам пора сделать рекламную паузу. Напоминаю, что это особое мнение Николая Барсукова. Вернемся в студию через полторы минуты. Николай Барсуков, депутат Кировской Городомы, 6-го созыва, руководитель рекотделения Политической партии Коммунисты России. Это его особое мнение сегодня. Есть на нашем сайте хиров.ру вопросы. Вам, Николай, давайте быстренько по ним пройдемся. Есть тут среди заданных вопросов и те, которые я уже озвучивал. Они касаются работы в Гордоме. И, кстати, да, по Гордоме мы сейчас сказали в перерыве, что у вас уже зреет конкретное предложение, которое хотите внести. Давайте его озвучите, и потом я к вопросу. Мы один из конкретных предложений, которые у нас есть. Мы смотрим на нас каждый год. Думают, когда начать отопительный сезон. У нас такое предложение возникло. Может быть, внести законодательно предложение, что отопительный сезон начинается с 1 сентября, а уже по желанию каждая ЖКХ, каждая управляющая компания или каждый даже дом может включать отопление в тот момент. То есть нам готовиться к дате 1 сентября. А уже каждый дом будет подключаться по мере необходимости. Ну, с вашего понятия, то есть к 1 сентября ресурсники это тепло дают, то есть дают возможность, вот, смотрите, мы можем уже, а вы решите, что это не подключается. То есть оно подведено, будет подготовлено все, подведено, то есть если есть желание, этот дом включает тепло. То есть вот такое предложение, чтобы не придумывать там 10, 15, 20 сентября, и каждый год почему-то мы не успеваем начать. То есть я думаю, что такое предложение 1 сентября, и закрепить это законодательно. То есть если будет тепло на улице, можете не включать непосредственно там их. Ага. Ну, это как одно из предложений. Давно родилась вообще эта идея такая, или она как-то выношелась? Буквально, наверное, неделю назад. Неделю назад. Вы ее озвучите непосредственно в городе. Да. Хорошо. Итак, вопросы с сайта Kirova.ru. Алексей, нет, простите, сначала не от Алексея, человек, который оставил свой адрес электронной почты, просит он напомнить основные отличия коммунистов России от Компартии России. Давайте в двух словах. Ну, в двух словах. Во-первых, у нас партия молодая, средний возраст партии 40 лет, КПРФ за 70, средний возраст. Руководитель нашей партии нет 40 лет, точно так же руководитель партии КПРФ за 70 лет. Опять же, вопрос финансирования. То есть, в наших рядах нет олигархов, в наших рядах нет богатых. То есть, у нас в основном финансирование за счет взносов и пожертвований. А вот есть такой вопрос, да, на какие средства существует партия Коммунисты России? Да, поэтому... Взносы, пожертвования и так далее. То есть, кто-то нам помогает, но мы не включаем в свои списки не олигархов. Хотя у нас депутатов не так много. На этих выборах партия получила где-то порядка 40 или от 40 до 50, точную цифру сейчас пока не знаю, мандатов в разных уровнях парламентов местных и региональных. Поэтому так их уже более 200. Ну, по крайней мере, начинаем. Я думаю, что в перспективе увеличим количество наших депутатов. Тем более, вот, нехороший момент был прецедент с Северной Осетией. Как уже все слышали, вся область. Мы тоже поддержали голодовку руководства нашей партии. В середине опыта это было как раз... Да, да, да. Почему? Потому что... Подождите, в Северной или в Ставропольской конфетке? Нет, Ставропольский суд снял в Северной Осетии. А, да. Ставропольский суд, а еще лет в Северной Осетии. Там был, почему в Ставропольский суд, потому что в Северной Осетии был в списке от КПРФ, которые снимали наш список, третьим или четвертым человеком шел сын верховного судьи региона, поэтому мы дали отставку всем судьям и перенесли в Ставропольский край, который точно так же снял, ну, то есть там, по, можно сказать, по беспределу снял наши списки, посчитав, что практически все подписи поддельны на заявлениях, хотя люди подтверждали свои подписи, но это было снято непонятно каким-то образом, проведена вот эта процедура. Еще раз вас спросят пояснить разницу в отношении к действующей власти КПРФ и коммунистской власти. Разница в отношении к действующей власти. У нас точно так же мы относимся к действующей власти отрицательно, то есть мы считаем, что необходимо менять, в первую очередь, но самое главное здесь в отношении, мы считаем, что необходимо поменять, взять власть, то есть наша задача взять власть и взять своего президента, и взять власть именно в стране. Поэтому и в дальнейшем построение социализма, то есть КПРФ, как мы видим, этого не хочет. Это одно из тоже отличий нашей партии от КПРФ, то, что у КПРФ уже была неоднократно такая возможность, и помним большинство в парламенте, и выборы Геннадия Андреевича 96-го года, это уже сейчас стало достоянием всех, то есть мы знаем, что он отказался тогда от президентства. Да, 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 давненько это было уже. То есть поэтому мы видим, что КПРФ не готова взять власть, ее устраивает та ситуация, которая сейчас происходит. Еще один вопрос от нашего слушателя, не знаю, тут какие выборы он имеет в виду, вы действительно верили в победу на выборах, или какие-то другие цели преследовали? Верили в победу на губернаторских выборах? Ну, была надежда. Была надежда, что преодолеете 50%? Была надежда, что могут люди проголосовать за альтернативного, потому что все-таки те кандидаты были постарше. То есть вы надеялись на некое протестное голосование? На протестное голосование, и то, что молодой, тем более земляк, я думаю, что я рассчитывал, что там будут какие-то возможности. Хорошо, давайте к выборам губернаторским перейдем. 10 сентября они состоялись, ваш результат четвертый из четырех кандидатов по количеству набранных голосов 4%, 4,27%. Если переводить в количество проголосовавших за вас, то это примерно 13 тысяч человек, ведь это довольно неприличная цифра. Это сопоставимо с населением районного центра, например, в Кировской области. Кто эти люди? Давай, поясните, пожалуйста, кто люди, проголосовавшие за вас? Ну, это люди, в первую очередь, те, кто разочаровались в наших ближайших, так сказать, друзьях, я думаю, КПРФ. То есть назло, которые голосовали. Не назло, а те, кто хочет видеть новую партию. То есть у нас в стране тоже уже люди от наших четырех партий, которые давно существуют и давно в парламенте, уже устали, потому что нет никаких изменений, нужно что-то новое и хорошо развивающаяся новая партия. Я думаю, что мы на всех уровнях выборов, что в нашей области, что в стране, мы показали, что мы являемся пятой партией в стране. То есть опередив даже такие партии, как Яблоко и Родина, Патриоты России, которая уже много лет существует и практически там, по-моему, и 20 лет уже есть. Так, раз, обозначили первую группу. Или это основная масса? Я думаю, что это основная масса. Желание чего-то нового, нового, кандидата. Плюс, я думаю, что те, кто меня знает. Лично, личное уже, личное знание, личное знакомство с вами, с партией, с ее программой и так далее. Я думаю, что это самый лучший вариант и в дальнейшем надо именно таким образом развивать, что те люди, именно кто знает, кто видит, кто видит то, чем я занимаюсь, кто видит, какие реальные шаги. То есть, возьмем там студенческие отряды, потом возрождение лагеря. Я думаю, что как раз я и собираюсь в дальнейшем именно социальное направление развивать, то есть делать еще какие-то, ну, пока не будем озвучивать какие направления, но я считаю, что у нас уже мысли есть. Нет, я думаю, что надо сначала сделать, потому что получится, что... Позже об этом. Да, когда я озвучу, а потом не получится, то получится, что я тут о том говорю. 64 с небольшим процентом результатно-губернаторских выборов у Игоря Васильева, уже действующего губернатора Кировской области, если переводить в конкретные голоса, то получается, за него свой голос отдали порядка 200-210 тысяч проголосовавших жителей области, население, напомню, региона 1,3 млн, 1,4 млн, получается, вот, на ваш взгляд, это действительно легитимный губернатор, народный, всенародный губернатор, исходя из того, что только каждый шестой, исходя из населения, проголосовали. Исходя из того, что не пришли, значит, проголосовали за. То есть об этом все говорили. Других речей уже не может быть. Все проголосовали? Нет, ну, если вы против, придите, проголосуйте за любого. Придите, испортите бюллетень. То есть, если вы не пришли, вы, значит, поддерживаете действующую власть. Я так считаю, что были альтернативные варианты, ну, не нравится Мамаев, не нравится Черкасов, Барсуков, не нравится никто из оппозиции, поставьте два крестика напротив любого, где там... Испортите бюллетень. Да, это бы тоже считалось, что люди пришли, проголосовали, но это было бы испорчено бюллетень. То есть выбор все равно, ну, то есть человек, когда он, есть желание у него проголосовать за, там, против, то это можно всегда сделать. Раз нет графа против всех, то тогда можно это каким-то образом все равно использовать. То, что есть, то и есть. То есть, да, другими словами, все, выборы состоялись. Ну, как... Голоса подсчитаны, все, губернатор избран. Надо вовремя делать. Оценка ёлки. Почему? Плохая. Почему? 30 с небольшим процентом в целом по области и 23 процент по городу. Значит, поддерживают. Ну, не что? Поддерживают. Ну, другого слова не находится, потому что, если бы не поддерживали, тогда должны были прийти. Сегодня тоже такое знаковое событие в жизни региона. Сегодня, я не знаю, продолжается или уже закончилось пленарное заседание областного законодательного собрания, где в том числе рассматривался вопрос о назначении новых представителей, многих членов... Заместителей. Заместителей, вернее, да, представителей правительства Кировской области. Имена эти уже известны. И вот мне мои коллеги-новесники подсказали, что единогласно депутаты проголосовали за предложенное Игорем Васильевым кандидатуры. Либо голосовали за, либо воздерживались. И только, по моей информации, только один был голос против. Но это уже роли не играет. Итак, из прежнего состава правительства у нас остались Максим Кочетков, Дмитрий Курдюмов, Алексей Котлячков и Илья Шульгин. Есть какие-то комментарии по этим персонам у Вас? Как оцениваете их работу на протяжении последних месяцев? Ну, на протяжении последних... Достойны ли они того, чтобы войти в постоянный состав правительства? По крайней мере, по своей работе сталкивался с Дмитрием Курдюмановым. В принципе, достаточно хороший, адекватный руководитель. Хорошо. Вы вправе говорить столько, сколько Вы считаете нужно говорить. Ну, остальных я просто не сталкивался. Новички Андрей Плитко и Алексей Коробов, как сообщили СМИ и коллеги, бывшие действующего губернатора по Росрегистру. Ну, там в сети, конечно, жаркое обсуждение опять поднялось. Опять эти люди пришедшие, приглашенные, не местные. Вы не воспринимаете это так болезненно? Нет, ну, что не местные. Не воспринимаю. Я думаю, что, конечно, можно было и местных, но поживем, увидим, как они себя проявят. То есть, иногда и не местные хорошо работают. Не иногда, а бывают. В общем, Вы полагаетесь на решение губернатора? Я думаю, что, не зная людей, обсуждать их за глаза и говорить о том, что хорошие они работники или плохие. Посмотрим, поживем, увидим. Если они себя проявят плохо, то будем их критиковать. Если хорошо, будем поддерживать их в работе. Тоже довольно резонансное событие. Возвращение, как его окрестили, в областное правительство генерального директора завода «Сельмаш» Александра Чурина. Ну, мы видели, что он шел вместе. Ну, про Эмерис, да, формирование, участие в формировании команды. Ой, про, простите, программы развития региона. Программы, поэтому большим секретом не было, что... Для Вас это не неожиданность. Больших претензий тут тоже на сей счет нет. А вот кандидатуры Ольги Куземской, Владимира Бикетова и Константина Мищенко, они не были включены в тот список, который предложил глава региона. Эти люди, эти деятели. Ну, не знаю, значит, плохо себя проявили. Хорошо. Хотя где-то в сети писали пробеги того, что его странили за то, что мы сняли КПРФ с выборов, но с Городской думы где-то, по-моему, в наблюдателях подобную информацию писали. Но я его в этом вопросе не видел и считаю, что это просто большая утка. Поэтому мы занимались сами, без всякой, так сказать, помощи со стороны областного правительства. И поэтому на 100% готовы заверить, что никакого отношения не имеете. Документы готовили мы, то есть если у кого-то есть желание, могут подойти к нам вебком и посмотреть все документы, которые мы подавали. И документы писал у нас Сергей Викторович Садовников. Так что нет никаких. А как можно продавить, если документы подготовлены неправильно на регистрацию партии? Тут хоть продавливают, хоть не продавливают. Тут, по-моему, с обратной стороны судья три дня думала, выходные брала на то, чтобы подумать, что как можно не снять парламентскую партию. Но все-таки пришлось снять парламентскую партию. Ну, как мы уже об этом говорили, что вопрос, я думаю, что должен быть закрытым в перспективе, если КПРФ не будет продолжать таких шагов в отношении нас. Я думаю, что не только в Киевской области это необходимо сделать по всей стране. Ну и, наверное, последний вопрос, все-таки такие заметные ключевые перемены в жизни области и новый уже полноценный губернатор без приставки в Рио, и новая команда формируется. В целом, в будущем, Николай, как смотрите? В будущем Кировской области, города, себя лично, своих друзей, коллег, семьи? В будущее всегда смотрим с большой перспективой. С большими надеждами. С большими надеждами, я думаю, что будем работать, и я в том числе все буду, все возможное делать для того, чтобы у нас область развивалась, работать именно, как я уже говорил, на социальном, на социальном направлении, молодежном. То есть я буду всеми своими возможными усилиями прилагать к тому, чтобы у нас область тяжелась, ужилась лучше и область развивалась. Да, кстати, как депутата Гурдома вас где можно найти? Как депутата Гурдома, думаю, мое рабочее место в Доме культуры Космос, вход со двора, там находится наш лагерь имени Гагарина, офис, так что пока у нас других кабинетов нет. Но я думаю, что в перспективе мы все равно сделаем отдельный кабинет, приемный и офис для нашей партии. Мы все равно будем делать отдельно. Спасибо, завершается наша беседа, время истекает с Николаем Бурсуков. Спасибо большое, всего доброго. Спасибо большое, до свидания.